Дорогие девушки, здравствуйте! Меня зовут Жанна Санжак, я визажист, работаю визажистом я уже более 25 лет. На своем канале я рассказываю про искусство красоты и про омолаживающий макияж. Как с помощью декоративной косметики, быстро и легко, раз, два, три и готово, идеальное лицо. Но сегодня очень много говорят про инъекционные процедуры, про пластическую хирургию, что обязательно нам всем надо. Да как же так? Чем раньше начнете, тем лучше. Но параллельно также идут очень много осложнений, недовольства своей внешности. Мы ожидаем одно, а получаем совсем другое. Или не оправдываются наши ожидания и кажется, что зачем я это сделала. В итоге мы еще больше себя накручиваем, что старость близко, что уже ничего не работает, и нужно только под нож что-то взять и отрезать. На самом деле, такое вот зомбирование женщин идет достаточно давно, мне кажется, постоянно. Нам говорят, какие мы некрасивые, что нельзя иметь целлюлит, нельзя иметь мешки и так далее. То есть вообще никто не хочет принимать возраст. Вот мужчины, они пускай стареют в естественном способе, а нам нельзя. И в итоге мы становимся настолько затюканные тем, что мы должны выглядеть хорошо, что бросаемся во все тяжкие, даже не проверяя некоторые процедуры, которые еще, скажем так, не зарекомендовали себя на 100%, а для этого нужно, чтобы то средство или та процедура, которая появилась на рынке, хотя бы минимум дать 5 лет, чтобы ученые смогли дать нам 100% ответ по поводу того, вредно это или нет. Потому что когда появляется какая-то новая модная процедура, обещают нам просто то, что будет омоложение чуть ли не на 10-15 лет, мы, естественно, так как мы боимся постареть, бежим туда ее делать, а потом много последствий. А можно ли вообще обойтись без этих уколов? Вот скажите, пожалуйста, вот ваше мнение, можно ли вообще ничего не делать? Вот тут кто-то скажет, если генетика хорошая, то да. А что значит хорошая генетика? Это как? Женщина была с хорошей фактурой, с хорошей генетикой, но потом что-то изменилось в ее жизни, и она стала полнеть. Или она очень здорово похудела, что высохла. Или она там стала курить, и поэтому у курящего человека есть серый и красноватый цвет лица одновременно. Ну и так далее. То есть есть разные изменения нашей фактуры. Так вот, генетика это что? Это такой счастливый билет, который, что бы я ни делала, я буду выглядеть хорошо. Или все-таки можно ее подпортить? Я думаю, что все-таки можно ее подпортить. И просто хорошая генетика, скорее всего, она дает просто более, скажем, такой длительный ресурс. Хорошо выглядеть, например, до 40 лет вообще пью, курю, ем все подряд, и все хорошо. Но потом начинает что-то ломаться. И как раз все болячки, все проблемы мы начинаем видеть после 40-50 лет. Поэтому наша задача понимать, что наши ресурсы, они ограничены. В конце концов, как раз, когда мы подходим к этому красивому нашему возрасту в 50 лет, мы получаем, или если мы все эти годы насиловали свою генетику и использовали те средства, которые не улучшают наше качество кожи, то в конце концов, как раз приходит вот этот момент, когда раз, и наша фактура сыпется. Вы как будто бы мгновенно стареете. Если же вы, имея хорошую генетику, при этом правильно используете средства по уходу за кожей, декоративную косметику, то тогда вы, как вот этот ваш счастливый билет, генетический код, который позволяет вам длительное время сохранить свою фактуру в замечательном состоянии. Это здорово, что сейчас есть такие и средства, и процедуры, которые помогают нам, конечно, восстановить утраченную красоту. Так а можно и не утрачивать. У нас есть с вами три возраста. Значит, один возраст – это по факту, по паспорту, сколько вы прожили, например, 50 лет. Второй возраст – это душевный, как я себя ощущаю. Я себя ощущаю на 50, или на 60, или на 25, а то и на 18. И третий возраст – это физиологический, то есть как я сохранилась. Я сохранилась так же, как по факту. То есть у меня мое тело соответствует телу 50-летней женщины. Или мое тело соответствует телу 60-летней женщины, а по факту мне 50. Или у меня настолько хорошо сохранилось мое тело, здоровье, что даже может быть лет на 40, а мне по факту 50. Так вот наша задача – вот эти три возраста наши соединить, то есть чтобы у нас не было большого разрыва. Мы можем сохранить нашу кожу, не усиливать семимильными шагами старость. А это как раз неправильные средства по уходу за кожей. Вы выбрали не то средство для очищения, например, мыла. И подсушиваем, подсушиваем, подсушиваем годами. Потом вы решили, что нужно кожу увлажнить, и нанесли масло для лица. Еще подсушили кожу. Потом вы решили, что можно крем не использовать. Достаточно придереть лицо огурчиком или еще что-то. Мы из года в год свою кожу не бережем, а наоборот всеми этими действиями как будто бы мешаем ей сохраниться. Поэтому, когда наступает вот этот процесс старения, а он наступает каждые 7 лет, имейте это в виду. Именно вот в эти семигодичные циклы, когда вы подходите к определенной дате, например, 49 лет или 56, то вот здесь как раз и происходит вот этот быстрый скачок старения. То есть, в общем-то, кожа была в нормальном состоянии, потом раз, мне кажется, как будто бы я в один день постарела. Вот наша задача как раз помочь коже именно в эти, кстати, семигодичные циклы сохраниться в хорошем состоянии, чтобы следующие 7 лет мы уже были вот как раз в том состоянии, на котором мы остановились. Это возможно? Возможно. Тут как раз и не надо применять такие средства, процедуры, которые могут наоборот усилить процесс старения. Ежедневные ритуалы или способствуют сохранению нашей красоты, или наоборот мы семимильными шагами приближаем старость. Поэтому вот очень важно сейчас понимать все вот эти нюансы, связанные с тем, как у нас устроена кожа, какая у вас лично кожа, какие процедуры будут вам создавать экологичный метод сохранения или омоложения вашей кожи. Поэтому лучше изучить как раз разные направления, чтобы понимать, что отсюда я возьму вот эту методику, отсюда я возьму вот эту методику, отсюда это, отсюда это. И в итоге вы как раз соберете то, что необходимо именно вам, тогда и будет хороший результат. Соответственно, всякие более кардинальные вмешательства в вашу внешность, они будут особо и не нужны. Я считаю, что все эти процедуры, которые на сегодняшний день есть, они очень хороши только для тех, у кого ну просто уже действительно катастрофа, например, очень большие грыжи. Вот не знала я раньше, что нужно делать там то-то, то-то, что нельзя использовать там какие-то средства, или то, что вот надо было вовремя ходить на массаж шеи, чтобы у меня здесь не было остеохондроза, или что-то там не переклинило, потому что не поступает кровь, лимфа, в итоге застой, отеки, мешки, и вот все это, знаете, по накатанной. Здесь ошибка, здесь ошибка, здесь ошибка, и в конце концов, вот у меня уже целый букет различных проблем. И решать их можно только уже благодаря какими-то более серьезными процедурами. Но когда подходим комплексно, 100% будет результат. Не надо ориентироваться на какую-то одну процедуру. Даже если вы делаете инвазивные процедуры, имейте в виду, что они не панацея от всех проблем, что помимо того, что вы сделали эту процедуру, нужен опять же вот этот грамотный уход ежедневно, для того, чтобы опять же продлить эффект от этой процедуры, чтобы не делать ее часто, чтобы вы могли периодически только. То есть пересмотрите, пожалуйста, свой рацион питания, сна, косметика, какая подходит она вам, не подходит, возможно, вы что-то используете, а результата нет. Возможно, вы выбрали как раз то, что не подходит вам сейчас. Массаж – это хорошо, но это не панацея. Кроме массажа нужно еще понимать, что важно следить за осанкой, вести хотя бы немного физкультуры в свой ритм жизни. Иначе вы не получите эффект ни от процедуры, ни от пластики, или эти процедуры будут недолгие, и в итоге опять будет разочарование. Можно ли сохранить себя? Можно, конечно, но это большой труд. И когда мы видим, что женщины-взрослые говорят, ой, я никакие процедуры не делаю, мне это не нужно. Скорее всего, для того, чтобы выглядеть все же 50-60 лет хорошо, нужно делать очень много, прямо очень много. А что, это как раз я перечислила. То есть это в меру спорт, это в меру правильное питание, немного массажа, немного фейс-фитнеса, грамотные средства по уходу за кожей, омолаживающие, грамотно выстроенный режим дня. И тогда получается, что не нужно делать более кардинальные процедуры. Но зато это получается как раз экологичный подход. И у нас процесс старения идет более плавно. И вот тут еще нужно понимать, что психологический момент играет значение. Если мы выстраиваем вот этот ритуал по уходу за собой, на подсознании вот эти действия, они работают так, что мы чувствуем себя гармоничными. Потому что все эти процедуры, они дают удовольствие. Потому что когда вы это делаете, вы как раз расслабляетесь. Это то, что необходимо каждой женщине. Потому что морщины – это именно напряжение. У нас очень много напряжения. Очень много. И не обязательно для этого как-то выкладываться в спортзале. Там тоже напряжение. Но там другое немножечко напряжение. А здесь мы можем просто смотреть телевизор и быть просто как струна натянутая. От этого у нас в теле появляются энергетические блоги, которые потом на физическом уровне проявляются. И в конце концов вот мы видим вот эти вот наши лицо, которое все скукоженное и с морщинами. Поэтому нужно расслабляться. Расслаблять лицо нужно через тело. Вот и получается целая цепочка удовольствия. Выстроила свой режим дня так, что выспалась. Нанесла крем, при этом посмотрела на себя, немножко полюбовалась. И вот это вот все соприкасание наших рук к нашему телу дает в конце концов вот это удовлетворение, расслабление. Поэтому такая женщина выглядит моложе. Напишите, пожалуйста, согласны вы с этим или нет? Или все-таки нужно делать вот эти процедуры, чтобы предотвратить старость? И у меня такой вопрос. А насколько вы хотите предотвратить старость, чтобы выглядеть на сколько лет? И не думаете ли вы, что мы кого-то обманываем? И в первую очередь себя, что делая себя моложе на несколько лет, становимся мы от этого счастливее или нет? Вот тема для размышления. Так как в индустрии красоты я работаю давно, то я изучаю разные методики, потом делаю из этого выводы, то, что работает, применяю для себя. И потом моя задача рассказать об этом вам, чтобы вы подходили к своей красоте со всех сторон. И вот с чего можно начать? В первую очередь как раз можно начать с ультралифтинга. То есть, например, выбрать тот вариант массажа, который вы сможете делать там 1-2 минуты каждый день, и уже увидите хороший результат. Меняется цвет лица, подтягивается лицо, морщинки немного разглаживаются. Также использовать грамотно косметику, которая будет давать омолаживающий эффект. И в комплексе уже за 2-3 недели вы увидите изменения в лучшую сторону. Надо с чего-то начинать. Ссылки под этим видео. Спасибо вам за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok